Сегодня президент Игорь Дадон провел пресс-конференцию, на которой представил отчет о своей двухлетней работе в должности главы государства. Президенту, конечно, есть что сказать. И он подвел итоги и в сфере внутренней, и внешней политики, и реинтеграции, и социальной поддержки населения. Я смог справиться со всеми вызовами и вернул доверие граждан к администрации президента. У президента сегодня самое высокое доверие из всех государственных институтов страны, в несколько раз выше, чем у правительства или парламента. Так говорит президент. И, судя по всему, именно это более всего настораживает правящую коалицию. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня говорить на тему итогов двухлетия пребывания на посту главы государства Игоря Николаевича Дадонна, я пригласила двух политологов. Мне показалось это вполне логичным. Борис Шиповалов. Добрый вечер. Добрый. Виталий Андреевский. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, вот позади половина мандата, два года минули. Вот по опросам уровень доверия к институту президента вырос в разы. Вы же видите, причем опросы это разные, не только те, которых там говорят, а вот там выгодно социалистам, да, там барометр, все показывают. Но вот если вспоминать уровень доверия, который был при Тимофте, так вообще даже как-то и сравнивать неудобно. Там были вообще цифры в последнем... Ну там, кто процент получил. Да, ужас. Вот как вы думаете, почему? Борис Андреевич. Ну, мои впечатления, прежде всего, о сегодняшней пресс-конференции Игоря Николаевича, я увидел уверенного человека в себе, в своих силах, который очень четко, логично расставил акценты. И вот, наверное, вот это и является ответом на ваш вопрос. Потому что, ну, я знаю Игоря Николаевича вот за эти два года как очень энергичного, активного человека. И его вот эта популярность, его вот эта вот мобильность, постоянное общение с людьми, передвижение. Ну, посмотрите, за два года человек объехал, не просто объехал, а он побывал и вник в проблемы 300 населенных сельских пунктов. То есть, это одна треть фактически всех сел нашей страны. Кому-то помог, где-то отремонтировал, где-то что-то подсказал, сделал. И вот, наверное, вот эти моменты, они сказываются на рейтинге президента. Он очень открыт для общения с прессой. Ну, смотрите, Фейсбук, одноклассники, да, его постоянные встречи с журналистами, он не уходит от тяжелых вопросов. И сегодня вот я вот смотрел эту передачу с большим интересом, он говорит, задавайте любые вопросы. Ему действительно задавали любые вопросы, и он отвечал так, как он считает нужным, уверенно, четко, ясно. И люди видят вот эту прямую четкую позицию и, наверное, для себя складывают вот такой вот образ, ну, скажем так, авторитетного, уверенного человека. И сама его идея сильного президента, она по молдавскому менталитету очень хорошо воспринимается. И люди вот такого его и видят. И мне сегодня очень понравилось еще одно, потому что, ну, я как-то вхожу вот как раз в число тех людей, которые постоянно... Если вы хотите о новой идее говорить президенту, то мы позже отдельно хотим поговорить. Да, о новой идее, о комитете в его поддержку. Поговорим, если есть, нет, нет, нет. Я рад, что он решился, что это прозвучало, и это действительно ему очень большая помощь. Это мы обсудим отдельно и подробнее. Виталий Александрович, почему вот рейтинг президента у нас растет, хотя ни для кого не секрет, что у нас очень сложные отношения между институтом президента, премьер-министром и правительством и парламентом? Почему так происходит? Хороший вопрос. Я скажу, что вот, что плохо сегодня сделал Игорь Николаевич, то, что он провел после Путина, и теперь все мировые агентства обсуждают только пресс-конференцию Додона. Все, Путин отошел на второй план. Ну, мы сейчас выправим ситуацию, вы же понимаете, сколько людей посмотрит Акчер ТВ. Да, и мы сейчас уделим внимание именно тоже этой пресс-конференции, то, что весь мир обсуждает. На самом деле, все действительно познается в сравнении, и коллега абсолютно прав. На фоне Тимофти, который практически незаметен был на этом посту, ничего не делал. Я даже на одном круглом столе, когда он уже прошло три года его президентства, не знаю, вы были там или нет, я обратился к нему и говорю, у меня к вам просьба, господин Тимофти, ну, он так и зал насторожился, что я там попрошу. Ну, станьте, наконец-то, президентом, хотя бы вот в конце своей каденции. Скромные креста. Скромные просьбы. И после этого круглого стола ко мне подошел Снегурис и сказал, ну, с таким своим юмором, что вы просите, вы же понимаете, что это невозможно. Да. И вот это первое я отмечу, он действительно активен как в области внешней политики, ну, то, что он там ездит по селам, это хорошо, это как бы такая терапия, вот просто приезжает, безусловно, он ничего не может там решать, потому что у него нет ни полномочий, ни возможностей, если там что-то через фонд помогают, ну, это как бы такое поездка милосердия, а не столько поездка президента, который представляет страну. Но я повторяю, это тоже очень важно. Что касается на международной арене, ну, пока как бы такого кроме России все эти поездки ощутимого не дали, ну, я не знаю, что нам дала поездка в Иран. Что нам там дала поездка в другие страны, но в принципе, насколько я знаю, он там знает французский, знает английский, ну, достаточно подготовленный человек. Он свободно общается. Да, и я думаю, что, ну, во всяком случае, он достойно представляет страну, рассказывает, он действительно хорошо подготовленный. Все вот тут вместе, в совокупности сыграло определенную роль. Секрет успеха от Игоря Додона выглядит так. Что нужно делать? Значит, нужно выступать. Вот за какие вещи? Сохранение государственности, нейтралитет, взвешенная внешняя политика и традиционные ценности. Ну, список можно, да, можно, конечно, продолжить. Ну, вот самые главные моменты он видит вот именно эти, и он считает, что вот он нащупал эти точки, которые необходимы сегодня нашему молдавскому обществу, и предложив вот это, он получает поддержку. Да, конечно же, это болевые точки, и они основные, потому что, ну, вот, укрепление нашей молдавской государственности. Это действительно очень важный вопрос, и мы вот все, сколько там, 27 лет нашей независимости, мы постоянно шатаемся и находимся в какой-то неуверенности. Ну, вспомните первый период, да, там, скажем, там, первые 4-5 лет, это же вообще какая мощная волна унионизма была, вплоть до того, что и людей увольняли, и сокращали, и сколько... А вы, полагаете, сейчас у нас нет такой волны, да? А сейчас это вообще завуалировано, там их вообще всех, кого, ну, я имею в виду русскоязычное население зачислили, зачистили. У нас сегодня в центральных органах власти 0,15% русскоязычного населения. Я не говорю русских, я говорю русскоязычного, в том числе гагаузов, болгар, украинцев, русских и так далее. Вот, и это одно, а вот то, что было у нас. А сегодня этот унионизм, он фактически, ну, образно говоря, слился вот с той государственной властью, которая нами сегодня управляет. Ну, смотрите, Канду открыто заявляет, я гражданин Румынии, и я за присоединение. Филипп открыто выступает. Ну, получается, что вот это тренд тогда, понимаете, вот это тренд. А как раз президент предлагает другое, говорит, а я предлагаю вот так, а я за государственность. И, конечно же, вот то, что он сегодня сказал, да, я молдаванин, молдавский язык, молдавская культура, молдавская история, история Молдовы. Оно, конечно, вызывает определенные патриотические чувства. И год Штефана Челмари, действительно, хотя правительство в этом не участвовало, да, но сколько по линии президента было проведено мероприятий. Были изданы книги, были созданы фильмы, история Молдовы в трех частях. Вот Штефан Челмари буквально вот десятого, да, запустили. Много-много различных проектов. Несмотря на то, что в школах говорится одно, да, но люди, когда они видят, смотрят и читают, они понимают, они получают совершенно другую информацию, да. И вот так вот по каждому из этих четырех пунктов, если мы пройдем, да, а ведь укрепление молдавской государственности, это и решение преднестровского вопроса. Да, движется медленно, не все зависит от нас, не от Кишинева, а от Тирасполя, потому что есть геополитические игроки, которые оказывают влияние на этот процесс. Но хорошо, что он пошел процесс, все равно нашли общий язык по этому вопросу с правительством, да, Дадон с Филиппом нашли вопрос, там, какие-то общие вопросы уладили. Вот пятая встреча состоится с Красносельским, ведь это тоже положительный результат. Я поняла вас, спасибо за ответ. Виталий Александрович, все-таки вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, да, в принципе, действительно, они сейчас не очень так в тренде, потому что Вась, когда выбирала, да, вот сейчас она уже была возможность, она что-то нащупывала, чтобы, в чем интерес у нашего населения, да, и вот она как-то других взглядов придерживается. А тут именно государственность, нейтралитет, взвешенная внешняя политика. Сегодня подчеркнул президент, что он уступает за взвешенную внешнюю политику, что он имеет в виду в отношениях с ЕС. Значит, нам необходимо, на его взгляд, необходимо асимметричная торговля, все-таки, со странами ЕС, а все остальное, он говорит, я бы оставил. Конечно, а мы не противоречить. И далее уже, конечно, ну, много говорил, понятно, про Российскую Федерацию, дальше про Соединенные Штаты, он сказал о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, да, то есть нужно продолжать диалог, да, и далее по списку, как полагаете? Значит, вот когда мы сейчас определяем вот эти четыре, да, таких фундаментов, четыре скрепа, да, назовем так. Заметьте, это вы сказали. Да, условно. Да. Значит, понимаете, вот мы с коллегой совершенно, ну, по-разному понимаем слово государственность. И когда он начинает убеждать меня, что вот эта власть, она как бы антигосударственная, потому что кто-то там сделал такое заявление и так далее. Она антинародная. Сейчас, секундочку. Антинародная. Борис, я же вас не прерывал. Не боюсь, антинародная. Ну, пожалуйста, смелый какой. Давайте закончим мысль, Виталий Александрович. Понимаете, вот как раз эта власть сделала очень многое для укрепления молдавской государственности, потому что если бы не развивалась экономика, если бы не поднимались пенсии и зарплаты, да, пока медленно и так далее, если бы не строились дороги и многое другое, вот тогда в обществе росли бы такие настроения, что все, в Молдове нечего делать, в Молдове не получилось. И тогда бы росли и унионистские настроения, и другие настроения и так далее. Поэтому вот это самое главное, а не год там Штефа на Чалмаре и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Мы говорим о нейтралитете. А что, эта власть выступает против нейтралитета? Конечно. Она запустила НАТО, она продала... Слушайте, НАТО запустил сюда Воронин. Пять гектаров. Сейчас, Борис, дайте мне закончить. Подождите, то, что Воронин записал, то, что он запустил, это одно. С Воронина никто вины не снимает. Но то, что сегодня эта власть проводит совместные учения с НАТО, то, что строятся у нас полигоны, то, что у нас на сегодняшний день строится в центре, будет строиться в центре Кишинева так называемое посольство. Возьмите все информационные ресурсы. Все говорят, самый крупный в Европе разведывательный центр Соединенных Штатов Америки. Вот для этого нужно пять гектаров земли. Посмотрите, центр... Это вы о стадионе сейчас об этом говорите. Да, вот, Динамо. Там якобы учебный центр МВД строится с отелями, с казармами, со всем остальным. Это что, для кого-то секрет сегодня в Кишиневе является? Это не заигрывание с НАТО? Это нейтралитет? Я как-то... Давайте представим вас, что это дальше. Давайте не будем фантазировать. Нейтралитет записан в нашей Конституции. Вы не назовете ни одного пункта, где эта власть нарушила нейтралитет. Именно так, как он понимается в международном сообществе. А то, что там посольству дали землю, какое-то имеет отношение к нарушению нейтралитета. И ваши фантазии, что это будет разведывательный центр чуть ли не... Это не мои фантазии. Да, у вас источники, понимают. Они открытые источники. Не надо, Борис, фантазировать и выдумывать все вот это. На самом деле нейтралитет власть соблюдает, поддерживает, не выступает против. Что касается традиционных ценностей. А какие у нас традиционные ценности? Православие? Нет. Наши традиционные ценности... Вера. Это коррупция, воровство, обман. Вот на этих ценностях мы сегодня живем. И уже энное количество лет живем. Мы хотим эти ценности сохранить. Вот. А что семья? Что власть выступает за то, чтобы не было семьи у нас? Я, говоря, изумлен. Это вы про нашу власть, да? Я с вами согласен. Вот это ее ценности. Это точно. Кто выступает, чтобы разрушить семью? Кто выступает против православия? Что, зачем кричать о том, что нормально существует? Никто не нарушает эти ценности, как вы их называете, православие и так далее. Хорошо. Я неверующий человек. Что вы мне навязываете православие как ценность? А я вам не навязываю. Нет, вы говорите, наши ценности. Это ваши ценности. li bitcoin. Каждый человек не делает свой нравственный выбор, чем ему быть. Наши ценности, это права человека. Наши ценности, это права человека. Это свобода. Вот это наши ценности, которым мы хотим сохранить. А я еще за демократический централизм. Подчинение меньшинства большинству. Потому что большинство у нас православное население. Я вернусь к теме нейтралитета, потому что я нашла цитату. Вот вы так уверенно говорите, что это власть. Вот она никогда ничего. И вообще, я хочу для наших телезрителей цитату премьер-министра привести. Вот что он говорил. «Нейтралитет — это не наш выбор. Он был навязан нам участием российских военных сил в Приднестровском конфликте. Эти силы, к сожалению, до настоящего времени находятся на территории Республики Молдова, несмотря на неоднократные призывы нашей страны, международного сообщества и обязательства Российской Федерации», — заявил господин Филипп. «Это заявление было сделано в этом году, 19 октября». — Совершенно. — То есть, вы понимаете, вы знаете, я не придумала ничего. — Закончите, и я отвечу. — Я закончу, я, по-моему, самое главное сказал. То есть, человек считает, что это не наш выбор, нам навязали, мы не хотим. — И нейтралитет ему не нужен. — Да, потому что у нас нет реального нейтралитета. И когда господин президент говорит, что мы нейтральная страна, какой нейтралитет, когда у нас стоят войска... — Он читает Конституцию, говорит Конституцию. — Сейчас, секундочку. Вы говорите там, мы с НАТО провели какие-то учения где-то на территории Украины, да? Мы участвуем каким-то там миротворческим... — Это кто говорит сейчас, что мы с НАТО? — Ну, Борис говорит. — Я не говорю. — Не, ну что, учения проводились с НАТО? — Ну, проводились, да. — Ну, так я говорю. А то, что российские войска стоят на нашей территории, нарушая наш нейтралитет... — Какая разница? Ограниченная группа. Не надо, не надо, не надо. Там отдельный миротворческий контингент... — По-моему, мы уходим от выступления президента. — Нет, нет, интересно. Нет нейтралитета. Почему президент об этом не сказал? Мы не будем нейтральны, пока чужой солдат стоит на нашей территории. Все. Точка. Крафта. — Я сегодня не слышал об этом. — Я сегодня не слышал об этом. А его и не спрашивали об этом, зачем он об этом был. — А почему он сам не сказал? У него большое вступительное слово. — О, Боже мой! Литалий Александрович захотел, чтобы он сказал. — Хорошо. Я понимаю, эта тема вам не нравится. — Конечно, не нравится. — И президенту не нравится. — Я не знаю, как президенту лично мне не нравится, потому что я считаю... — Так не говорите о нейтралитете. Не говорите о нейтралитете. — Я лично считаю, что российские миротворцы успешно обеспечивают... — Борис, мне не хочу, чтобы повторилось то, что было в 92 году. — Ну, прошу, давайте скажем. — Мы не миротворцы говорим. — Это контингент, который охраняет боеприпасы. — Склады. Вот, пожалуйста, склады. — Да. — Вы хотите их отдать сумасшедшим каким-нибудь бандитам или вывезти? — Можно я закончу дискуссию по поводу нейтралитета? — А уничтожить где? Вместе с Кишиневым, вместе с Тираспором что-то? Там громадное количество. — Уже финансировали. Россия прекратила уничтожение. — Прекратила, конечно. Вы знаете, почему уничтожение. — Я прерву вас в отношении... — Дайте сказать, я скажу про нейтралитет и позицию президента. — Можно я скажу про нейтралитет и позицию? — Борис Андреевич, не надо рассказывать сказки. Вот теперь вы не вводите в заблуждение. — Я очень рада, что забыли вам поставить стаканы с водой. Я очень рада. Сегодня забыли поставить стаканы с водой. Я рада. Поэтому я пытаюсь вас установить. Спасибо. Хорошо. — Вы не будем. — Как видите, да, стаканов сегодня нет. — Я бы выбил, если бы поставили. — Да, я попрошу для вас, если вы пообещаете, что вы будете говорить по очереди. — Значит так, я сейчас постараюсь поставить точку в отношении позиции президента и понимания его нейтралитета. То, что он понимает, что есть проблема в том, как понимает нейтралитет власть. Он об этом говорил не раз. И отсюда его инициатива, чтобы наш нейтралитет подтвердили, поддержали и документально подписали. — Внешние партнеры. — Да, не просто внешние партнеры. Ключевые геополитические игроки, правда? — Да. — То есть нам не все страны нужны. Нам нужны те страны, которые на сегодняшний день определяют повестку дня в мире. — Он, кстати, в Израиле. — И он выступил с этой инициативой. Что мы видим? Больше никто у нас в стране это не поддержал, не поддержал. А почему? — Вы хотите узнать, почему? — Да. — Вы за кого сейчас, за премьера или за спикера? — Нет, я за историю. — Давай. — Значит, когда еще президентом был Петр Лучинский, тогда эта тема обсуждалась очень активно. Лучинский обращался в различные международные инстанции. Могут ли они? Тогда Ниязов сделал гарантии, организация объединенных наций дала Туркмении гарантии нейтралитета. Это, кстати, очень сложно пробить, и Ниязов тогда пробил. И Лучинскому сказали, эта тема не будет обсуждаться, пока российские войска будут находиться тут. После, как вы видите, тогда решайте вопрос нейтралитета. — Вы знаете, я вот вас слушаю, и мне горько от того, что я вынуждена вам задавать вопрос. Вы сейчас за премьера или за спикера? Почему? Вот вы сейчас стоите здесь и критикуете президента. Имейте право. — Я за себя. Почему я за премьера, за спикера, я за себя и за Молдову? — Я уточнила неспроста. — Да, давайте. — Да. А почему? Потому что вот такую пресс-конференцию, которую проводит президент, я очень давно жду со стороны премьер-министра. — А я мне ничего сказать. — Борис Андреевич, спасибо. И со стороны спикера. Чтобы точно так же пришли журналисты. Вот мы считаемся оппозиционным каналом. Понимаете? И вот эти текучки. — В ближайшее время спикер проведет очень большую конференцию. — Вы вынуждаете меня спрашивать, откуда вам это известно. И на самом ли деле это достоверная информация. И будут ли все аккредитованы? — Я думаю, что вы будете аккредитованы. — Спасибо. Вот у нас, видите, есть запрос на это. А с нами власть общаться не хочет. В эфиры к нам они не ходят. Министры забыли. — Людмила, вот тут я вас поддержу. — Спасибо. — Я как раз всегда критикую эту власть, критикую Влада Плохотнюка, что он мало общается с журналистами, мало выступает и так далее. И могу и сейчас подтвердить эту критику. — Нет, мы просто хотим, чтобы точно так же сели. И мы задали свои вопросы. — Я знаю, мне просто говорил один журналист. — Президент может проводить такие встречи регулярно? — Мне говорил один журналист, что спикер готовит большую пресс-конференцию. — Ну, будем надеяться, что ваша информация соответствует действительности. Потому что, на самом деле, нам очень интересно было бы задать многие вопросы нашим представителям власти. — Зачем? — Четыре года уже прошло, они уходят. Кому они нужны, кому они интересны, Людмила? — Ну, я же не знаю, когда будет эта пресс-конференция. Если предвыборная кампания, все равно интересно. — После их трое еще выбрал будет. — Ну почему? Не говорите, люди должны знать, как оценивать правильно. Вот, например, я здесь буду спорить. — Я согласен. — Знаете, как один политик сказал Воронину, рано пьете шампанское? И я вам тоже скажу так. — Да, я даже знаю, кто. Хорошо. Теперь о том, что мешало. Президент об этом тоже заявил практически в самом начале пресс-конференции. Он сказал, что он оценил эту ситуацию как двойвластик, конфликт институтов власти. Вот у меня такой простой вопрос. Вот если бы на месте Игоря Дадона был другой политик, президентский выиграл бы другой политик, то представители правящей коалиции еще до его инаугурации и, естественно, потом ограничивали бы так его полномочия? Они бы выходили с такими законодательными инициативами, как вот они сделали в отношениях президента? Или вот был бы другой человек, типа Тимофти, например, и сказали, а что там, пусть все будет, все ничего не поменяется. Как было бы? Дело в том, что им бы просто не дали бы этого делать. Сейчас, секундочку. Если бы... Их хозяева западные. Ну, пусть Виталий Александрович... Ну, что-то примитивно. Хозяева там... Ну, скажите, не примитивно, Виталий Александрович. У Дадона Путин хозяин, у этого... Умный Светоч, скажите по-другому. Ну, не надо сводить, все гораздо сложнее. Понимаете? И у Дадона сложнее. Да они сами сказали, что Молдова захваченное государство. И сами сказали, кем. Слушайте, Борисович, успокойтесь, ради Бога. Не надо так примитивно оценивать политику. Как одни считают, вот Дадон поехал, Путин сказал, он все будет делать, что Путин. Вот Плохотнюк поехал, будет делать, что Америка. Есть интересы России, Америки, и есть интересы Молдовы. И я думаю, и у Плохотнюка, и у Дадона, когда вот они поймут, что интересы, допустим, условно говоря, Трампа и Путина не совпадают с интересами Молдовы, я думаю, Плохотнюк и Дадон выберет все же Молдову. Это моя точка зрения. Только непонятно, почему вы как-то вместе все это говорите. Сегодня как бы разграничивали эти понятия. Потому что как бы два человека, которые, в общем-то, сегодня что-то там решают Молдову. Теперь по вашему вопросу. Любой президент, если бы вот он занимал позицию, что вот он не подписывает то, что принято, и у нас же как бы процедура такая, если второй раз принимается, президент обязан подписать. Промульгировать. Промульгировать, да. Закон. Но не кадровое назначение. Игорь Гадон вышел из этого правового поля. Начали искать варианты, нашли через Конституционный суд и решали эту проблему. Нет, секундочку, Виталий Александрович. Виталий Александрович, а зачем искать варианты? Есть Конституция. Ещё до его, ещё до необходимости в промульгации, если вы помните, ещё в этот период, когда он выиграл выборы, но ещё инаугурации не было. Чем занимались наши парламентарии? Полтора месяца? Они что за это время сделали? Вот давайте напомним. Прокурора назначили. Они начали потихоньку, он ещё не успел даже там что-то сделать на посту. А уже начались вот такие вещи. Слышите, ну вы такие странные. С чем? С чем это связано? Ну что, при Тимовке-то не делали? Слушайте, если бы оказался на их месте Игорь Гадон, и там кого-то избрали, он безусловно укрепил бы свои рычаги властные. Это всё сделал. Любой это сделал бы. Вот в этом и наша проблема. Понимаете, что у нас люди... Борис говорил, Виталий Садович, вот в этом наша проблема, что вы до сих пор воспринимаете власть, как если человек приходит к власти, любой должен пользоваться тем, что он может делать и тут же укрепляться. Главное, чтобы он не нарушал закон. Это неправильно. Чтобы он не нарушал закон. Закон не был нарушен, поэтому сделали это. Я поняла вас. Поняла, спасибо. И сейчас можно говорить, Конституционный суд тоже поспешили сделать. Сделали. А вам нравятся эти назначения? Я абсолютно безразличен к ним. Ну, половина состава Конституционного суда вообще не интересует. Я понимаю, но... Нет, неправда. Вы сейчас лукавите, потому что от Конституционного суда в нынешних реалиях у нас стало зависеть слишком много. Очень много зависит. Вам нравится, что неприкрытые демократы, прям вот свеженькие, знаете, такие только с грядки, они уже судьи Конституционного суда. И половина состава. Кто там демократ? Ну, госпожа, а польский не демократ? А польский? Только она одна, и все. Ну... Ладно, я поняла. Ваш соратник Решетников, потом этот... Но он сегодня демократ же. А? Он сегодня демократ, причем высокопоставленный. Но его подготовил Воронин, это же был как бы продукт Воронина. Ну... Давайте вспомним, что нас еще с вами советская власть подготовила, и мы с вами дипломы получили там. Ну, короче, всегда я во всем виноват Воронин. Иногда, конечно, я не могу с этим не соглашаться. Но все-таки давайте... Давайте как-то так, да. Людмила, я не позволю вам критиковать Додона. Он хорошо подготовил Додона, он не виноват. Он как раз хороший продукт сделал. Зачем вы виноваты? В чем вы виноваты? Я вас расстрою. Позволять или не позволять мне что-то говорить, я думаю, что пока не нужно. Не нужно это делать. И защитить Додона, который вы говорите, что плохо сделал Воронин. Конечно. Если вы сегодня... За вами следит Борис Андреевич, видите, так что это легко проверить. Вам слово. Моя позиция о чем? По поводу того, если бы была другая личность на посту президента Республики Молдова. Точно так же бы ограничили? Примитивно рассуждать с точки зрения... А вы скажите, я буду краток, я обратно. Ну, Виталий Александрович сказал, примитивно, да. Вот. Если бы это было Майя Санду, то этим бы ребятам из демократической партии так поступать по отношению к партнеру Европейского союза и ставленнику посольства Соединенных Штатов Америки не позволили бы. Вызвали бы посольство Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, напомнили о счетах на Западе, точно как Воронину в свое время напомнили, напомнили бы о недвижимости, напомнили бы о каких-то других вопросах и сказали, вот Маечку здесь обижать не надо, да. А Дадон, он пророссийский, он промосковский, а у нас русофобия основа нашей идеологии, да, мы тут санкции против России каждый день вводим, вот. Вот поэтому его и обижайте как хотите, а мы не замечаем. Мы вот это видим, а вот это не видим. Вот эта политика двойных стандартов наших европейских и американских партнеров, она очень ярко видна. Примитивно это, не примитивно, это последний крестьянин видит в селе. Если кто-то этого не замечает, это его личная проблема. Вот, следующий момент. Конечно же, то, что делает Дадон, не нравится определенной части нашего общества. Это не нравится унионистам, потому что Дадон государственник. Это не нравится ворам, которые украли миллиард и четыре года друг друга ищут по кабинетам, в которых они сидят и прекрасно знают друг друга. Конечно же, это им не нравится. Это не нравится их хозяевам, которые дают кредиты, гранты, потом их делят, распилиют. Конечно же, это не нравится этой части. А у народа совершенно другие интересы. Народу нужно выращивать зерно, народу нужно выращивать яблоки, персики, абрикосы и где это все это продавать и так далее. Кто сегодня это решает? Правительство? Правительство этого не решает. Правительство практически не видит наш восточный рынок, наш традиционный рынок для сельскохозяйственных наших производителей. Я вам вот сейчас приведу один очень интересный пример. Один очень хороший экономист во время какой-то нашей дискуссии, потом мы вышли, он мне сказал, ну вот посмотрите, ну что вы носитесь, говорит, я своим коллегам говорю, ну то есть вот этим проевропейцам, с этим Европейским Союзом говорит, на 100 миллионов отправили яблок в Европейский Союз. Да, одна фирма в Бельцах, хозяева два или три человека и на такую же сумму отправила пять тысяч фермеров северо Молдовы в Российскую Федерацию. Скажите, пожалуйста, кого будет поддерживать население и за кого оно будет голосовать на выборах? Но до людей этого не доходит, да, что здесь мы нагреваем руки и делаем богатыми кучку мелкую капиталистов, а весь народ живет в бедности. Вот Дадон это понимает и люди это видят, что он понимает и что он пытается что-то сделать. Может, не может, но он делает. Идет и делает. Да, вот, значит, теперь подходим к предложению, которое прозвучало сегодня на пресс-конференции, которое очень активно сейчас обсуждается. Он заявил, что, значит, о создании национального движения сильный президент, сильная страна. Вот так прямо я сказал. Все те, кто мне писали, я принимаю ваше предложение и предлагаю вам создать это национальное движение для защиты государственности и наших принципов. Комментарии этого решения? Абсолютно пустая инициатива, ненужная. В нее будут входить в этот совет, я так понимаю, представители всех районов. Вот один из тех людей, который тоже предлагал президент, вот стоит перед вами. Я объясню свою позицию. Абсолютно пустое, ненужное, потому что на самом деле это будут те же люди, которые связаны с партией социалистов. Это будет тоже одна упаковка, только две упаковки с одним и тем же содержанием. Это как бы такая жалкая копия то, что Путин создал. Я так и знала, что вы про это будете говорить. Но у Путина для создания народного фронта это был мощнейший ресурс. Виталий Александрович, мне так жалко вам говорить это политологу, но ситуации разные. Вы знаете, когда Путин создавал вот этот свой народный фронт? Тогда, когда партия Единая Россия была у власти. И она начала терять рейтинг. Она и сегодня у власти. Я сейчас говорю конкретно на тот временный момент. И она начала терять рейтинг. И вот тогда возник народный фронт. На сегодняшний день партия социалистов Республики Молдова является оппозиционной. Рейтинг у нее, как мы видим, самый высокий. То есть необходимости делать то, что, как вы говорите, делал господин Путин, у них нет. Давайте не будем это сравнивать. Окей? Нет, я это сравниваю, потому что это делается как бы с разных причин. И почему сейчас это торопится так это сделать? Потому что надо, чтобы вот этот, условно говоря, фронт, комитет и так далее. Это вообще движение. Движение, чтобы он поддержал некоторых независимых в кавычках кандидатов, что вот они поддерживают несвязанность партии социалистов. От партии социалистов все идут члены партии. Виталий Саныч, это четкая позиция уже объявленной партии списки. Есть людей, вы знаете, все. Все члены демократической партии будут выставлены во всех округах, тоже пойдут это. Но будут некоторые независимые, которых будет где-то Плохотнюк поддерживать, где-то Дадон будет поддерживать, где-то Санду будет поддерживать. Это всегда проблема партии власти. То, о чем вы говорите. Почему это делают демократы, мне понятно. Сейчас, секундочку. Зачем социалистам прятаться, я тоже не понимаю. Вот логики здесь. Вот в чем, почему я говорю, что пустое дело? Потому что это на самом деле показывает, что президент как бы не до конца доверяет партии. Он хочет создать свою опричнину, которая как бы с ней будет работать. Вот это мне абсолютно непонятно. Есть партия, которая его поддерживает. Зачем создавать еще что-то рядом с партией? Ну, это же абсолютно нелогично. А вот если бы он поддерживал открыто, сказали бы, что вышел из партии. Закон нарушает. Что подел? Он открыто поддерживает партию. Закон нарушает. Зачем вообще это говорит? Не надо. Он открыто поддерживает партию. Это абсолютно правильно. А вот создавая еще вторую структуру, у многих членов партии вызвать недоумение. Да нету там недоумения. Переживай, Виталий Александрович. Борис, давайте не говорите за всех людей. Я надеюсь, что Людмила мне их предоставляет. Я высказал сразу. С мою точку зрения. Это моя точка зрения. Вы не говорите за всю партию, за всех этих. Вот у меня другая точка зрения, что нужно это создать. Пожалуйста. Виталий Александрович, слушай Вас, зачем Вы советовали это президенту? Ну не я один, а очень много... А вот по кому я ударил. Очень много здравомыслящих... Ударили в смысле? Ну в смысле, что пустая затея. Я считал, что это он советовал. Это был удар. Пожалуйста. Это был удар. миров забрали. Министерство внутренних дел. Ну правительство предподчинили фактически. То есть, забирают все это. На совет безопасности они не ходят. Додон пытается решить какие-то экономические вопросы. С той же Россией и все остальное. Выходит премьер, и выходит этот председатель парламента и говорит, а мы не будем это делать, у нас другое видение, и мы чихать хотели на народ и на Додона. Но это ненормальные отношения. Да? Теперь мы видим, как вот этот процесс идет к выборам. Скажите мне, пожалуйста, а зачем консонном суде из шести членов они поменяли перед выборами трех? Значит, речь идет о том, что, возможно, будет консонный суд использован для того, чтобы не признать победу социалистов на этих выборах. Причем, и американцы, и Европейский союз, они признают победу Санду, они признают победу демократической партии, но они промолчат и не признают победу партии социалистов. Вот Виталий Санч волнуется. Вот почему? Да, с партией. А теперь я вам объясняю, почему партию? Потому что партию, если партия будет организовывать протесты, потому что партия что-то будет делать, ее сразу же запретят, ее сразу же сделают антиконсонной, и ее сразу же снимут с выборов, все остальное. Снимите меня с выборов, представителя народа. Я не член социалистической партии, я не работник партийного аппарата, я вообще к социалистической партии отношения не имею. Но я поддерживаю политику президента, я поддерживаю его предвыборную программу и считаю, что она идет во благо народа. И вот когда народ будет высказывать свою точку зрения, и когда мы встретимся после 24 февраля, когда начнется вот эта буча непризнания выборов, то, что социалисты победили, вот тогда слово народа должно быть решающим и главным. И я уверен, что по-другому мы в нашей стране народ не сможем защитить и победу на этих выборах. Потому что нормальному человеку абсолютно понятно, что эта власть сегодняшняя, проворовавшаяся, она победить честным путем на выборах не может. меня смешно, потому что, знаете, как там в Библии написано, все это уже было. Когда Владимир Николаевич Воронин, любимый наш общий. Я волнуюсь. Людмила, вы помните, что он создавал? Да, Гражданский конгресс была попытка. Гражданский конгресс сел в президиум. В 12-13 году. А потом посмотрели, слушай, да все коммунисты там собрались в зале. Какой Гражданский конгресс? Ну, несколько типа Шаповалова-Тулбуря, там еще какие-то, якобы представители гражданского общества. Народ это понял и просто это смешно было. Я не понимаю, что он хочет создать? Боевые отряды в защиту Додона? Нет, об этом речь не смешно. Кого вы соберете, кроме партии социалистов на площади? Если партия социалистов... Вы, наверное, не совсем знаете, что люди говорят в районах. Да, и как они реагируют. Нет, я просто, насколько я поняла, насколько я поняла, давайте я попытаюсь объяснить. Вы задумайтесь над тем, что вы говорите. Сейчас секундочку. В партии социалистов 20 тысяч, а за Додона голосовало 850 тысяч. И вот, хотя бы сегодня 200-300 тысяч готовы войти в это народное движение в поддержку президента, в защиту президента. Ну, не спешите меня, 200 тысяч войдет в народное движение. Конечно, насколько я понимаю ситуацию... И если там будут социалисты, если там будут коммунисты... Борис Андреевич, мне кажется, что Виталий Александрович не понял главного, что у нас бывает так, что когда выборы, у нас партии снимают? Да. А бывает, что выборы, как выборы мэра, не утверждают. Да, бывает. И все волчьи вытираются и уходят. Исходя из того, чтобы не обвинили, что президент и социалисты есть одно целое, по идее, он должен был все... Вы прекрасно знаете по закону. Я понимаю, что объяснение такое. Но давайте дождемся месяца. Как предложил президент, в середине января у нас будет с вами больше информации о том, чем они будут заниматься, кто туда войдет. Тогда вы на полном основании будете говорить, что вам это не нравится. Я повторяю, мне абсолютно безразлично. Мне не нравится, что энергия будет тратиться на пустое дело. На самом деле, есть партии, ей надо очень серьезно заниматься. То есть, вы переживаете сейчас за рейтинг партии социалистов? Я... Я думала, вы переживаете за рейтинг другой партии. Ну ладно. Людмила, Людмила, дайте мне высказаться. Пожалуйста. Будет движение или не будет, он все равно будет в высоте. Но, чтобы у нас было, ну реальная ситуация такая, три сильные партии. Социалисты... Подождите, вы же в двухпартийную выступали. Ну, сейчас не складывайте. А, уже по-другому. Вот вы не последовательные, Виталий Александрович. У вас все время разные идеи. Видите как? Людмила, оно подсказывает... Я не могу быть таким, вот как... То есть, если вы придете ко мне через год, секунду вы скажете, ну четыре партии надо. Он не должен быть таким примитивным. Время же прошло. Не, не, не. Понимаете, вот есть Борис, который... Да, я понял. У него постоянно на всех передачах. Закьянские хозяева там санду. Недвижимость санду. Так это ж правда. Слушайте, ну не надо лгать. Нету санду недвижимости. А я про недвижимость не говорил. Вы сказали. Вы говорили про недвижимость санду. Нет. Не говорили. Дорогие телезрители. Да. Прокрутите поток по интернету. И скажите. Закьянские хозяева вызвают санду, как вызвали воронинские. Виталий Санч говорит. А твоя недвижимость там, а твои счета там там. Все равно воронином закончили. Хорошо, у нас времени уже нет. Можно? У меня были еще вопросы. Мы исчерпали все время, поэтому я задам вам последний вопрос. У меня была еще замечательная цитата. Канду очень хотела вас попросить, прокомментировать. Не могу. Уже время вышло. У Канду 0,9% рейтинга. Какая цитата? Да, сейчас меня обвинят в повышении его рейтинга. Хорошо. Давайте так. Вот все эти два года, которые мы уже подводим итоги, они прошли, как президент говорит Рубико, он пройден. Президент наш работал благодаря или вопреки? 30 секунд. Я не считаю... Вот такой философский вопрос. Благодаря или вопреки? Абсолютно как бы неправильный вопрос. Игорь Николаевич Дадун, те функции, которые у него есть, он пытался что-то решать, что-то ему удалось на российском направлении решить, на остальные направлениях, к сожалению, или просто не было полномочий. И поэтому, ни благодаря ни вопреки, никто ему не мешал нормально решать вопросы с Россией. Не надо выдумывать, что ему ставили палки и колеса, что мы не поставляли яблоки, Россия эмбарго водила. Поняла. Мы не поставляли вино, Россия эмбарго водила. Поняла. Это ваше право так отвечать. Спасибо большое. Борис Андреевич. Мне самое смешное, когда говорят об эмбарго. Почему? Потому что это эмбарго фактически сегодня есть. Эмбарго – это есть пошлины таможенные, Виталий Александрович. Но в Россию сегодня везут сотнями тысяч тонн. И яблоки, и персики, и все остальное. И эмбарго не мешает. Вы хоть иногда, когда на эмбарго ссылаетесь, хоть экономические какие-то вещи немножко… Эмбарго – это полный запрет. Это был полный запрет на поставки… Ничего подобного. Что ничего подобного? Ну зачем вы отманываете людей? Полный запрет на поставки… У меня нет времени. Уважаемые телезрители, смотрите, что делается. Я отвечаю на вопрос Людмилы. Я не могу так. Итак, благодаря поддержке народа и партии социалистов, и вопреки желанию парламентского большинства, и правительство Филиппа, Дадон выстоял, выдержал, и как бы его не призывали, вот тебя унижают, уйди, откажись. Он от своего слова данному народу не отказался и продолжает бороться дальше. Вот за это я его и уважаю. Спасибо большое. И теперь… Нет, я могу только сказать, что я все-таки вопреки тому, что участники меня слушались плохо, я провела эту передачу. Не знаю, им судите, вот они проголосовали, результат у вас… У меня рекорд – 38! Спасибо, дорогие телезрители! Я полагаю, что… Вот видите, вы теперь будете знать, какой канал ваш самый любимый. Я благодарю вас за то, что вы пришли, приходите к нам еще, будем спорить с вами интересно. Вы смотрели программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго и, конечно, доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова